В мае годовая инфляция в Башкортостане разогналась до 7,9%. В апреле показатель составлял 7,7%. Рост цен на продукты, особенно на некоторые фрукты и овощи, в Нацбанке по республике связали с холодами, которые увеличили расходы на обогрев теплиц. К росту стоимости картофеля привело уменьшение его предложений за истощение прошлогодних запасов и сокращение поставок из Египта. Инфляция в сфере непродовольственных товаров и услуг практически не изменилась. Производители одежды переносили в цены растущие затраты на закупку тканей, логистику и оплату труда. В результате их продукция подорожала. В то же время в условиях высокой конкуренции укрепления рубля снизились цены на смартфоны. Расширение полетных программ за границу привело к замедлению роста цен на туру в Египет и Среднюю Азию, а путевки в страны Юго-Восточной Азии даже подешевели. При этом из-за увеличения спроса на перелеты внутри страны подорожали авиационные билеты. В апреле выдача кредитов в торговых точках в Башкортостане сократилась на 5% до 12 900, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Кроме того, сократился и объем полученных займов на 1% до 830 миллионов рублей. Средний чек вырос на 4% до 64 тысяч. Средний срок кредитования увеличился с 18 месяцев в марте до 19 месяцев в апреле. В целом по стране объем выдачи посткредитов уменьшился на 3%. До 425 тысяч объем выдачи составил 30 миллиардов 760 миллионов рублей, сократившись за месяц на 6%. Средний чек товарных кредитов вырос на 4% до 72 тысяч. А средний срок кредитования в стране составляет 21 месяц. Отмечу, что на 1 мая этого года кредитный портфель банков в Башкортостане составил 1 триллион 19 миллиардов рублей. Это на 28,5% больше, чем в мае 2023 года. Доля просроченной задолженности составляет 3,5%. По словам экспертов, сейчас Банк России пытается охладить перегретый рынок кредитования. В частности, ранее стало известно об ужесточении макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам на третий квартал года. Если у них долговая нагрузка превышает больше 80%, превышает 80%, то доля таких кредитов в кредитном портфеле не может превышать у банков 5%, а у микрофинансовых организаций 10%. Сделано это для чего? Для того, чтобы с одной стороны уберечь граждан от чрезмерной долговой нагрузки, а банки, соответственно, если эти долги будут накапливаться от того, чтобы потом эта задолженность не выходила в проблемную и, соответственно, ее не пришлось бы списывать. То есть государство, Центральный банк в данном случае заботится о гражданах с одной стороны, с другой стороны о финансовой стабильности, которую представляют собой банки и микрофинансовые организации. Добавлю, в апреле этого года жители Башкортостана получили 72 тысячи новых кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 2% меньше, чем в марте. Эксперты связывают снижение также с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России по охлаждению рынка. Другим темам Верховный суд Башкортостана оставил без изменения меру пресечения для экс-председателя Госкомитета Республики по молодежной политике Яны Гайдук и начальника управления капстроительством Инны Иксановой. Апелляционную жалобу на постановление Советского районного суда подавал адвокат Яны Гайдук, обвиняемый по делу о превышении полномочий. 13 июня суд первой инстанции отправил ее под домашний арест до 9 августа. По версии следствия, экс-председатель Госкомолодежи в 2021 году договорилась с подрядчиком о ремонте дома Костерина и Чернякова в Уфе. Конкурс провели с нарушениями, а работы приняли без проверки. Ущерб региональной казне составил почти 3 миллиона рублей. Что касается Инны Иксановой, ее защита также пыталась оспорить домашний арест до 12 августа, решение о котором принял Советский районный суд. Вышестоящая инстанция апелляционную жалобу адвоката не удовлетворила, Иксановой вменяют злоупотребление должностными полномочиями. С августа по декабрь 2022 года Управление капстроительством заключило 4 контракта на покупку 10 аппаратов УЗИ в рамках нацпроекта здравоохранения. Стоимость поставки составила 57,5 миллиона рублей. По версии следствия, начальник управления поручила принять контрафактное оборудование, зная о его несоответствии регистрационному удостоверению. В Башкортостане с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 166 человек. Это на 42 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Любовь Минакова. По ее данным, с начала этого года на федеральных трассах и на дорогах местного значения произошло свыше 1200 аварий. Это на 19 процентов ниже, чем за первые полгода прошлого. Всего пострадало более 1400 человек, что на 18 процентов ниже в сравнении с тем же периодом 23-го. Однако погибших стало больше. В этой связи Ради Хаберов поручил снизить число аварий в регионе в кратчайшие сроки. Значит, количество ДТП уменьшается, пострадавших уменьшается, количество погибших увеличивается. Большие скорости. Значит, собирайте снова координацию, значит, и собирайте снова, садитесь и думайте, что делать. Отмечу, в Башкортостане за прошлый год произошло более 3500 ДТП, которых погибли 390 человек, а пострадало свыше 4200 человек. Впервые в России в районах Башкортостана возведут модульные центры занятости. Об этом на оперативном совещании сообщила министр семьи труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. В этом году регион вошел в список из 12 субъектов страны, где реализуется пилотный проект по модернизации центров занятости. Из федерального бюджета республика получит самый большой транш – 426 миллионов рублей. Из регионального – свыше 206 миллионов. Известно, что уже в Сибае и селе Месибутово Дуванского района начали возводить кадровые центры. Также их установят в Бешбулякском, Буздягском, Мишкинском и Туймазинском районах. По словам главы Минтруда республики Ленара Иванова, это дешевле, чем ремонтировать устаревшие капитальные помещения. При этом модульный вариант будет отвечать всем требованиям и нормативам. Благодаря участию в данном проекте мы не только сделаем нашу службу занятости одной из лучших в России, но и лучшим показателем занятости населения. Во-первых, это рост численности соискателей и работодателей, получивших услуги центров занятости на 80%, сокращение времени трудоустройства граждан, обратившиеся в центры занятости в полтора раза, сокращение продолжительности безработицы на 30%. Министр семьи и труда отметила, что служба занятости сейчас играет особую роль в экономике. Дефицит специалистов вынуждает работодателей тесно взаимодействовать с государственной кадровой службой не только по поиску людей, но и по переобучению. Отмечу, что в рамках комплексной модернизации с 2019 года привели в соответствии с российскими требованиями три кадровых центра в Уфесте, Литамаке и городе Нефтекамске. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.